Железные машины Планета нам подарила свой дом Для созидания и работы Чтоб жили люди тут потом Со счастьем просто без заботы Долой все пороки, сказали пророки Нельзя повторять негатива Уроки, храни вас Господь Люди нашей планеты Поймите ведь жизнь Это предков заветы Земля, это то, что от них нам досталось Веками по крохам в трудах собиралось Жить нужно людьми, не казаться, а быть Пришло наше время, нельзя все забыть Добрый день, ребята Учитывая то, что YouTube всячески замедляют И вот-вот может случиться такая ситуация Что совсем YouTube закроет в России Деятельность YouTube закроет в России, возможно Переходите на мои каналы в Яндекс, Дзен и в Рутуб Ссылки оставляю ниже Спасибо за понимание Ну вот она машинка 119 Лобовое стекло под замену Зеркальный элемент под замену 2018 года С правой стороны стекло Резина Остаток резины процентов 35, наверное, 40 Здесь косметические повреждения Такое ощущение, что где-то коллектор сечет Коробка Траксон С правой стороны кабина в точечной сварке С правой стороны два бака Слева-справа Сидельное устройство когда-то стояло здесь Задняя правая на выброс Вообще И левая тоже То есть заднюю резину вообще на выброс Редуктор не снимался Рулевой хвостовик не течет Фикс-образная тяга Силенблоки в неплохом состоянии Тормоза с правой стороны С левой стороны Течет амортизатор с левой стороны Справа уже вытек Амортизаторы под замену Вот ставить в коробке не течет Кардан когда-то откручивался Левая сторона в точечной сварке Задняя стенка без повреждений Краской мечена зачем-то С левой стороны стекло оригинальное С левой стороны колесо на выброс Одно правое только можно оставить И то на запаску Резина на выброс Тормозной диск Изношен больше с левой стороны Чем с правой Суппорт будет Под капотом Рулевой редуктор не течет Силенблоки все Колесо на выброс Амортизаторы передние менялись Тяга поперечная менялась Одна листовая передняя трессора Сошка текет Коробка никогда не снималась Турбина без подтеков Масло течет С маслозаливной горловины На кожух вентилятора А так Оба патрубка интеркулера Без масляных подтеков Двигатель не разбирался Звучок у него странный Масло без эмульсии И в принципе его регулярно подливали Плоховато читаются начальные буквы с цифрами В салоне Так Ошибок дофигища Неисправность борткомпьютера Противозаносное устройство АБС Но АБС Не работает Наверное что-то с датчиками Поэтому и противозаносное устройство Тахограф Не сильно исправен Так Технические данные На принтер Нет бумаги 119-508 Тахограф не его Вообще не его 21-й год 285-380 километров 119-580 вин 48-й регион Липецкая область Но из Липецка 21-й год Не работает ничего Вообще ничего 128-580 километров Обороты 600 Первый контур Не показывает давление Второй показывает тормозной Ух ты Выбит катализатор Рулевое колесо Вращается без посторонних Звуков и усилий Люфта нет Добавляем обороты Смотрим как растет Пустая банка Вместо катализатора 2180 Выжимает Свои Все таки выехал Но не до конца Надо же Работает С ошибкой Давление в магистрали Неактивная ошибка Выход регулятора Стороны высокого давления На обороты Холостого хода 119-580 Вин номер ее Блок 18-го года Последнее программирование 22-го 05-го 25-го Блок Перепрограммировался EDC7C32 Самый простой Популярный Топливо в рампе 594 Должно быть 550 А заданное 600 Не соответствует Выполненному Ну вот Температура до катализатора И после катализатора Совершенно одинаковая Его там нет Так После прогрева двигателя Второй цилиндр Плюс 0,8 Третий цилиндр Плюс 1,65 Первый цилиндр Минус 1,75 Четвертый цилиндр Минус 2,75 Пятый цилиндр Плюс 1,45 И шестой Лучше всех Плюс 0,75 Датчики ABS Выставлены неправильно Остаток колодки Остаток колодки Тормозной Первая слева 102% Вторая 102% На 102% Не правильно Не бывает Это отрегулирован Суппорт неправильно И задняя по 66-68% В принципе колодки Робная Скорость переднего моста Ну это понятно Давление тормозного контура Передней оси Ну это тоже понятно Так Дифференциальная часть Левое переднее колесо Ну это неправильно Отрегулированные датчики ABS Это я уже говорил Слишком великая Величина зазора Блок управления Коробка Траксон Вин номер ее Дата установки ИБУ 2018 10 31 И программирований Больше не было Это радует Так А что у нас здесь Скорость проскальзывания От 1 до 6 Даже от минус 1 До 6 оборотов Износ муфт сцепления 21% Хорошо Неисправность Система управления двигателем Красный чек Загорелся Зашибирь Давление пневматического контура Это центральный компьютер Оно отсутствует Показателем Внешняя последовательная неисправность Кнор Давление Первого контура Центральный компьютер Ошибка КАН активная Ну а теперь давайте подведем итог Эта машина не является транспортным средством По одной простой причине Выбитый катализатор Пустая банка Это хорошо слышно И заметно даже по диагностике Точнее не так Заметно по диагностике И даже хорошо слышно Нарушение конструкции завода Без согласования с заводом-изготовителем Машина снимается с регистрации Раз Второе Горит АБС Упоминание о том, что машина неисправна Соответственно С такими показателями Машина не имеет права эксплуатироваться Два В-третьих Начальные цифры ВИН номера Очень плохо читаемые Три То есть Вот эти три фактора Говорят за то, что машина не является Транспортным средством Вообще И не имеет права эксплуатироваться Соответственно Должна она продаваться Не как транспортное средство А как набор гаек и болтов На колесах С документами И По этой же стоимости Но никак не Стоимость Которая Учитывает Что эта машина Автомобиль И какая бы ни была торговля Какие бы ни были скидки Эта машина не является Транспортным средством А теперь давайте домысливать Ситуацию дальше Катализатор стоит бешеных Совершенно деньжей Ну если оригинальный То я думаю 1700 И а то и больше Плюс Надо восстанавливать прошивку Блока управления Который Он перепрограммирован Восстановить прошивку Блока управления Сейчас негде Потому что Официальных компаний От производителя МАН нет Раньше можно было По ВИН-номеру Заказать прошивку И прошить А сейчас Такой возможности нет Ближайшее место Это Казахстан После этого Она только начнет быть Автомобилем Третье Если ГИБДД Посчитает Что плохо просматриваются ВИН-номера То есть ВИН-номер Плохо просматриваются Цифры То Это Экспертиза Это Оплата Процесса По восстановлению ВИН-номера Утращенного Это Внесение Изменений ВПТС И затяжка По времени После покупки Ну С ЭБС Разобраться Допустим Легко Это Небольшая причина Того Что машина Не является Транспортным средством Хотя По правилам Дорожного движения С такими нарушениями Ездить машина Не имеет права Она не является Автомобилем Ну и я бы Рекламу По продаже Вот этого Писал бы так Не автомобиль Не транспортное средство 2018 года выпуска С такими-то Нарушениями И повреждениями Цена Как За набор Гаек и болтов На колесах Но тут нюанс Ведь тот Кто поставил Эту машину На продажу На эту площадку Он-то думает Что это автомобиль И он За нее хочет Ну каких-нибудь Там 6,5 миллионов К примеру Но ведь Это уже не машина То есть Сначала Вы издеваетесь Над автомобилем Докатывая Его до ручки Делаете его Из него Не транспортное средство А потом Продаете За бешеные деньги Я сейчас Имею ввиду Первых продавцов Которые продают Этот автомобиль Площадка Это уже Просто посредник Между определенным продавцом Между определенным продавцом И покупателем То есть Основное 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 Ценообразование Как раз Идет От От Непосредственно Продавца Соответственно В моем понимании Вот это вот Не должно стоить Больше трех миллионов В таком виде В таком состоянии И с такими Неисправностями Вообще Рынок завышен Ровно в два раза Я сейчас Не беру Автомобили Которые Пригоняют Из-за границы Без пробег Вы по России Потому что Львиную долю Ценообразования Влияет Утилизация Таможенные Полтежи И пошлины Перегон И так далее И тому подобное Это Занимает Процентов 40 От стоимости Я сейчас Беру Продажи Автомобилей На внутреннем рынке Цена Завышена Ровно В два раза Люди хотят За старые машины Укатанные в хлам Столько денег Сколько этот автомобиль Стоил тогда Когда он был новым Но это же нереально Правда ведь Отсюда Могу предположить Что Во-первых С января месяца Рынок стоит Продаж нет Он и дальше будет стоять Пока Основные Продавцы Техники Непосредственно Эксплантанты Которые Они не подружатся С головой А с головой Они не подружатся Потому что На перевозках Они не зарабатывают Ни шиша Они зарабатывают На продаже автомобиля Не заработать На перевозке И дальше Не заработать На продаже автомобиля Это шаг Это шаг На вылет Соответственно Они будут Упираться До последнего Пока продажи Окончательно Не встанут Вот сейчас Наступает Горячая пора Когда Ноябрь Декабрь Месяц Так сказать Реализация НДС Должна быть И в общем-то В эти месяца Всегда продажи Были активными Но я думаю Что На этот раз Будет все по-другому Спасибо за внимание Всего доброго